Доброе утро всем коллеги. Давайте представимся, познакомимся. Меня зовут Кайрана Вайжан. Я являюсь руководителем отделения реанимации интенсивной терапии в сети ветеринарных клиник АСТИ и моя узконаправленная специализация это инфекционные заболевания. Сегодня мы с вами поговорим про парвовирусный энтерит, коснемся патогенеза этого заболевания, потому что именно патогенез заболевания очень сильно влияет на тот блок терапии, который мы оказываем нашим пациентам и поговорим про интенсивную терапию. Сразу скажу, что в этой лекции, в этом материале мы не будем супер-пупер подробно рассказывать и рассматривать именно диагностику парвовирусного энтерита. Это не в рамках этой лекции. Мы коснемся именно того момента, что делать с пациентом с парвовирусным энтеритом, если он поступил к нам в стационар либо в отделение интенсивной терапии. Вспомним, что сам вирус парвовирус относится к семейству парвовириды. Для чего нам это нужно знать? Нужно понимать, что этот вирус сам по себе он очень маленького диаметра, то есть он очень маленький, мы его не обязаны будем увидеть. И за счет того, что он находится в такой условно капсуле, назовем это так, у него из-за этого есть очень сильная устойчивость в окружающей среде. То есть этот вирус очень устойчив. Это нам нужно знать, потому что эти пациенты находятся в отделении стационара и нам нужно как-то обеспечивать безопасность для того, чтобы не допустить перекрестного заражения других пациентов, которые находятся также на терапии в стационарах. Из его патогенеза очень важно запомнить и знать, что для размножения этому вирусу необходимы методически активные клетки. У наших пациентов методически активные клетки находятся в желудочно-кишечном тракте. Это могут быть тимус, лимфатические узлы и клетки красного костного мозга. Соответственно, из знания того, что для репликации данному вирусу требуется методически активная клетка, мы сразу предполагаем и знаем, что данному вирусу, у данного вируса будет трапизм определенный. И к этому заболеванию большинство предрасположены молодые животные. И чаще всего мы будем видеть данное заболевание у щенков от 6-недельного до 6-месячного возраста. Но есть некая корреляция. Чем младше пациент, тем будет тяжелее его клиническое заболевание. Что мы знаем еще? Что заражение происходит фекально-оральным путем, либо ороназальным путем. То есть это инфекция, которая не передается по воздуху. Но фекалии имеют решающее значение, потому что в них содержится огромное количество вируса. И он также может еще содержаться в слюне и в рвотных массах. Поэтому тот обслуживающий персонал, который у нас с вами есть, младший медицинский персонал, который ухаживает за этими пациентами, должен пристально обращать внимание, как только у пациента произошел акт дефекации, мы должны максимально быстро убрать фекалии для того, чтобы не контаминировать окружающую среду. После того, как произошло заражение, то есть вирус попал у нас уже в свои пути, то, соответственно, происходит репликация. Первичная репликация вируса происходит в лимфоидных тканях ротоглотки, после чего начинается виремия. Виремия наступает на первые, пятые дни после заражения. Что такое виремия? Это попадание вируса в системный кровоток, то есть когда он уже разносится по всему организму. И в течение этого времени, пока продолжается виремия, вирус достигает желудочно-кишечный тракт, тимус, лимфатические узлы и красный костный мозг. Из желудочно-кишечного тракта, что он чаще всего, что он будет заражать и поражать, это эпителия языка. И кто очень часто работает с пациентами, диагностированных по парвовирусному энтериту или занимается лечением пациентов в стационаре таких пациентов, то не часто видят, но наблюдается, когда у таких пациентов мы видим белый налет на языке. Это как раз кандидоз и, соответственно, вторичная бактериальная инфекция, которая грибковая поражает пациентов с парвовирусным энтеритом при поражении. Также наступает поражение полости рта, поражается эпителий пищевода. И самая тропная ткань, то, что чаще всего мы видим и то, с чем мы чаще всего сталкиваемся, это поражение тощи и именно подвздошной кишки. Инкубационный период данного заболевания длится 4-7 дней, то есть довольно быстро, хотя в некоторых литературных источниках говорится о 14-21 дне, но чаще всего на практике мы будем видеть именно такой интервал инкубационного периода. Поэтому чаще всего какие пациенты к нам приходят, это щеночек купленный где-то и первые трое суток было все хорошо у них дома, а на 4-5 день развивается отсутствие аппетита, может быть выраженная депрессия, рвота, диарея, и такие пациенты поступают к нам. Поэтому мы всегда должны приблизительно понимать, какой же все-таки будет инкубационный период, когда же все-таки могло быть заражение. Ну, коснемся непосредственно с самого патогенеза, то, что влияет непосредственно на нас с вами, как на клиницистов, которые занимаются терапией данных пациентов. Что происходит после того, как произошла виремия, и вирус дошел до своей тропной ткани? Он в первую очередь всегда будет поражать крипты тонкого кишечника. Что такое крипты? Это такие ворсинки на стенке кишечника. За счет того, что произошло поражение, что происходит с этими криптами? Эти крипты укорачиваются, и эпителий кишечника, соответственно, не полностью покрыт данными криптами. То есть происходит некроз данных клеток. Так как произошел некроз этих клеток, а эти клетки, да, эти крипты отвечают у нас за регуляцию жидкости, соответственно, нарушается процесс регуляции жидкости. И у таких пациентов, соответственно, мы видим диарею. У них происходит нарушение процесса всасывания, нарушается синтез ферментов, и повышается проницаемость кишечника. Что дальше происходит? Так как повысилась проницаемость кишечника, наш пациент будет лоялен к тому, чтобы возникали вторичные бактериальные инфекции желудочно-кишечного тракта. И, соответственно, то, чего мы больше всего опасаемся у наших пациентов, это развитие бактериальной транслокации, бактериумии и эндотоксимии. Эти три процесса сами по себе могут привести к развитию таких тяжелых осложнений у наших пациентов. Это развитие септического шока, сепсиса, полиорганной недостаточности, и, соответственно, наш пациент может погибнуть. Поэтому наша с вами вся задача при терапии данных пациентов не допустить развития именно тяжелейших осложнений парвобирусного энтерита. На слайде, на картинке, да, там представлено, как выглядит нормальная крипта и как выглядит крипта после того, как произошел ее некроз. То есть, да, она уже вот такая вот, некрасивая крипта становится маленького, то есть короткого, короткие по размеру и, соответственно, свою функцию они выполнять не способны. Такие же клинические признаки мы видим у наших пациентов. Да, это очевидно. Мы будем видеть у них рвоту, мы будем видеть у них диарею. Такие пациенты будут страдать отсутствием аппетита. Некоторые развивают лихорадку, но лихорадка не обязана быть первый день, да, и когда мы первично принимаем таких пациентов, у них может быть острый болевой синдром в результате поражения желудочно-кишечного тракта. Такие пациенты могут поступать к нам в состоянии септического шока, то есть они септического гиповолимического шока. И здесь очень важно будет всегда различить, в каком же шоке пациент к нам уже поступил, потому что от этого будет зависеть, насколько агрессивно мы будем назначать ему интенсивную терапию. И часто у таких пациентов, ввиду обильной рвоты, обильной диареи, отсутствия аппетита, особенно если это маленькие породы собак декоративные, то мы будем видеть у них еще и наличие гипогликемии. Нередко бывает на практике такое, то, что пациент, в принципе, изначально поступает к нам с однократной рвотой, с однократной диареей, после чего щеночек маленький не покушал, и у него развилась гипогликемия, он поступает, соответственно, в гипогликемической коме, и он поступает в стационар для контроля именно гипогликемической комы, и через несколько часов, а может быть через несколько дней у него развивается обильная рвота диареи, и мы уже видим классические симптомы парвобирусного энтерита. Поэтому те врачи, которые сидят на первичном приеме, не должны никогда забывать о том, что такое возможно, то, что на первый взгляд щеночек поступил с гипогликемической комой. Ну, да, опять же, у таких пациентов может быть еще много других диагнозов, но мы не должны забывать и ставить в исключение возможность развития у него парвобирусного энтерита. Какие же еще симптомы неспецифические, с которыми могут поступать к нам такие пациенты? Это щеночки с неврологическими симптомами, у них может быть тремор, судороги. Мы уже с вами поговорили, что такое возможно на фоне гипогликемии, но не обязательно то, что именно гипогликемия будет предшественником тому, чтобы развился неврологический дефицит у данного пациента. Но у них может быть гипоксия в результате развития миокардита, у них может быть внутричерепной тромбоз, кровоизлияние головного мозга и нарушение электролитного баланса. Понятное дело, да, то, что развитие гипоксии вторичной к миокардиту, кровоизлияние в головной мозг, внутричерепной тромбоз, это редко, то, что мы сразу с вами увидим. Скорее всего, это разобьется у тяжелобольного пациента, который уже несколько дней находится на стационаре на интенсивной терапии. А вот нарушение электролитного баланса, да, мы будем видеть у таких пациентов, которые будут предшествовать тому, чтобы у пациента развился неврологический дефицит. Но когда к нам поступает пациент с неврологическим дефицитом еще, мы обязательно должны будем исключить, нет ли вероятности заражения чумой платоядных, да, потому что помним, что есть нервная форма чумы, которая будет иметь схожие клинические признаки, но при этом пациент будет болеть совсем другой инфекцией. И поговорим с вами немножечко про миокардит, потому что часто бывает такое, что щенки внезапно умирают, и при этом у них не будет никаких симптомов клинических по поводу диареи, рвоты, отказа от еды, и владельцы задаются вопросом, что же произошло. Ну, здесь понятное дело, что нужно нам будет провести патологоанатомическое вскрытие и действительно подтвердить, либо исключить наличие миокардита у данных пациентов, для того, чтобы подтвердить, не был ли это парвовирусный интерит. Когда же, да, проявляются? В основном это молодые, очень маленькие щеночки, возрасте до 3-4 недель. Те, кто постарше, у них это будет намного реже. Что характерно еще для миокардита, что либо этот щеночек может погибнуть сразу, либо он может развиться через несколько месяцев. То есть не обязательно то, что щеночек, у которого не развились яркие признаки парвовирусного интерита, не мог развить у себя миокардит. И очень важно учитывать в анамнезе молодых собак в возрасте 1-3 лет, которые приходят на плановые стерилизации, кастрации, уточнять ли у них, не болели ли они, когда были маленькими, парвовирусным интеритом, потому что у них может быть миокардит, и это существенно влияет на анестезиологическое пособие данных пациентов, у нас непосредственно в клинике мы таких пациентов ставим на контроль. И обязательно после того, как мы уже выздоровели, прошли курс восстановления, реабилитации, уже прошли плановые вакцинации, к таким пациентам мы обязательно проводим эхоисследования, для того, чтобы исключить, развился ли у них миокардит. И таких пациентов мы очень четко контролируем, после того, как они приходят на плановые кастрации или стерилизации. Но есть какое у нас с вами небольшое преимущество, то, что миокардит все-таки развивается редко. То есть это не каждый первый-второй щеночек должен развить миокардит, но мы должны об этом с вами помнить, что парвовирус имеет свойство вызывать миокардиты у таких пациентов. Что касаемо лабораторной диагностики, да, опять же повторюсь, мы не касаемся лабораторной диагностики парвовирусного энтерита, но поговорим про рутинные наши с вами анализы крови, которые мы берем у таких пациентов, и что мы можем находить. Мы можем видеть у таких пациентов лимфопению, лейкопению, нейтропению. И откуда берется эта нейтропения? Это может быть непосредственное влияние вируса на краснокостный мозг, угнетение ККМ и, соответственно, сниженная выработка данных клеток. Либо это повышенное потребление, секвестрация нейтрофилов на периферии, то есть в желудочно-кишечном тракте при его поражении. У таких пациентов мы можем видеть нарушение свертываемости крови. Часто мы наблюдаем у них тромбоциты очень высокие. У них может быть анемия, как регенераторного, так и нерегенераторного характера. Она тоже напрямую связана как с повреждением непосредственно красного костного мозга, так и за счет кровотечения в желудочно-кишечный тракт. Мы можем наблюдать у таких пациентов гипоальбонемию, гипопротеинемию, но не обязательно мы будем это видеть на первичных наших с вами анализах. Это может развиться на вторые-третьи сутки при сохранении у них диареи. И нарушение электролитного баланса, в частности, это пониженное содержание натрия, хлора, калия и магния в сыворотке крови. И у дегидратированных пациентов, которые страдают диареей, рвотой уже несколько дней, мы можем отмечать развитие преринальной азотомии. Каково же будет лечение таких пациентов и на что оно будет в первую очередь направлено? Мы все с вами знаем, понимаем, что специфического противовирусного препарата против парвовирусного энтерита не существует, его просто нет. И вся наша терапия, она, назовем ее так, поддерживающая, наша задача поддержать максимально гомеостаз пациента, для того, чтобы выработался свой уже иммунитет и который справится непосредственно с вирусом. И поддерживающая терапия при парвовирусном энтерите у пациентов значимо улучшает процент их выживаемости. Стационарное лечение будет всегда в приоритете, но помним, что при отсутствии финансовой возможности владельцев и не для тяжелых пациентов. Амбулаторное лечение уместно, его можно проводить, и оно приносит тоже хорошие результаты. Главное, чаще контролировать состояние пациентов, то есть попросить, приглашать данных пациентов чаще на клинический осмотр в клинику, для того, чтобы мы с вами могли более детально оценить именно клиническое состояние пациента, выдавать небольшие чек-листы владельцам, по которым они смогут ориентироваться, насколько их питомцы становятся легче или хуже на амбулаторном лечении, чтобы они вели такой дневник, даже с указанием кратности рвоты, диареи, объем рвотных масс и диареи. Если у них есть возможность это как-то количественно измерять, это нам с вами будет только помощь. И помним, что среднее время восстановления составляет 3-6 дней. Это средняя цифра. Понятное дело, что при развитии сопутствующих заболеваний у пациента либо при развитии септического шока этот интервал времени для них будет неуместен. Понятное дело, что тем пациентам потребуется более длительное время для восстановления. Среднее время восстановления 3-6 дней – это то, что мы должны ориентировать владельцев для их понимания, что это не инфузионная терапия сутки-двое, и все будет хорошо, и их питомец пойдет домой. К сожалению, нет. Время все-таки будет более длительным, чем они ожидают. Мы пользуемся вот такой вот клинической оценкой тяжести состояния, которая присуждает баллы. И от этого мы отталкиваемся, насколько действительно пациент может пойти домой, полечиться амбулаторно, или все-таки у него есть показания к тому, чтобы он лечился непосредственно в условиях интенсивной терапии. На что здесь идет акцент внимания? Это на общее состояние пациента, на наличие и отсутствие у него аппетита, на рвоту и, соответственно, на стул. Чем клинически лучше себя чувствует пациент, тем больше, понятное дело, мы можем позволить себе амбулаторно полечить этого пациента. Чем тяжелее состояние пациента, тем больше показаний к тому, чтобы он лечился в условиях стационара. Ну, рассмотрим, да, на какие все-таки блоки по терапии мы будем оказывать огромное внимание при терапии данных пациентов. В первую очередь, это инфузионная терапия с контролем электролитного баланса, антибиотикотерапия, противоработные, назначение раннего энтерального питания и проведение системной аналгезии, потому что мы с вами знаем, что пациенты с паровирусным энтеритом имеют острый болевой синдром. Что касаемо инфузионной терапии, то мы четко должны соблюдать водный баланс. У нас должно быть четкое равновесие между поступлением и выделением воды из организма. И вот этот вот водный баланс мы должны очень четко изменять и корректировать в зависимости от того, как меняется состояние нашего пациента, есть ли у него сопутствующие диагнозы, и задаваться всегда целью и результатом инфузионной терапии, то есть для чего мы ее назначаем. Ну, вспоминаем, да, основы инфузионной терапии, и помним, что цели инфузионной терапии – это восполнить дефицит объема циркулирующей крови, возместить дегидратацию, возместить дополнительные потери, обеспечить поддерживающий объем, поддержать коллоидно-осматическое давление и ввести необходимые электролиты либо питательные вещества. Да, вспоминаем нашего пациента с паровирусным энтеритом и понимаем, что у него всегда будет при поступлении дефицита ЦК, у них будет процент эгидратации, и у них всегда есть дополнительные потери, потому что рвота диарея у них присутствует. Помним, что кишечник, пациенты с паровирусным энтеритом при поражении желудочно-кишечного тракта останавливается перистальтика, и наш желудочно-кишечный тракт выступает третьим патологическим пространством, куда жидкость выпкивает в больших количествах, при этом ее нет в сосудах и ее нет в интерстиции. И из основ инфузионной терапии она складывается из расчетных показателей, это дефицитного объема, дополнительные потери и поддерживающий объем. Оценка дефицита ЦК — это таблицы в общем доступе, это не какие-то сверхновые данные, таблицы, доступные для всех, степень дефицита ЦК подразделяется на три категории, легкая, тяжелая и средняя, и учитываются такие параметры, как частота сердечных сокращений, цвет слизистых оболочек, скорость наполнения капилляров, пульс на бедре, амплитуда пульсовой волны и ментальный статус, то есть сознание нашего пациента. И, соответственно, дефицит ЦК рассчитывается в миллилитрах, это вес пациента мы умножаем на дефицит ЦК, который мы с вами определяем по таблице, и умножаем на 60 или на 66, либо на 90. Ну, мы говорим про парловирусный энтерит, поэтому наша цифра здесь будет 90. Следующий этап — это расчет дефицитного объема, и он складывается из процента дегидратации нашего пациента. Это тоже табличные данные, которые мы очень легко можем определить согласно таблице и определить процент его дегидратации, тем самым умножить на вес и умножить на 8, и тем самым получить наш дефицитный объем. Следующий этап при оценке инфузионной терапии нам нужно определить дополнительные потери, какие же будут у нас потери у данного пациента. Помним, что наши пациенты имеют довольно большой процент дополнительных потерь в виде диареи и рвоты. Это тоже табличные данные, которые есть в доступе, но обычно на рвоту диареи дается 20-40 мл на килограмм в сутки, поэтому мы тоже рассчитываем эти цифры и тем самым вычисляем наш объем инфузионной терапии. Помним, что вот так могут выглядеть наши пациенты, не очень красиво, но я специально представила на слайде данные картинки для того, чтобы мы могли с вами при необходимости это измерять. Тем самым мы можем более четко контролировать дополнительные потери, которые могут быть у нашего с вами пациента. и поддерживающий объем рассчитывается, исходя из разных табличных данных, кто какими пользуется, кому как удобнее. Мы пользуемся первой формулой. Это 30 умножить на вес и прибавить 70. Кто не хочет читать, есть вообще готовые уже таблицы, где вы подставляете ваш процент эгидратации вес вашего пациента и тем самым находите необходимую вам цифру и, соответственно, таким образом назначаете объем инфузионной терапии. Но после того, как мы с вами рассчитали необходимый объем инфузионной терапии, мы должны четко отмониторить нашу инфузионную терапию и понять, насколько она нам принесла пользы или не пользы. Это в обязательном порядке мы должны делать, потому что не все наши пациенты способны усваивать тот объем инфузионной терапии, который мы им назначаем, и у них может развиваться симптомы гипергидратации, и нам важно это будет всегда увидеть и отконтролировать. Поэтому интенсивность мониторинга инфузионной терапии опять же складывается из клинического состояния пациента не менее 4-6 раз в сутки. Мы должны проводить подобный мониторинг у таких пациентов. То есть мы должны очень часто перемониторировать и проводить пересчет инфузионной терапии. Даже если, допустим, у нас скорректировалась рвота, то есть у нас нет больше рвоты, мы должны убрать эту потерю из объема. Купировалась диарея, мы должны убрать. Если пациент начал самостоятельно пить или потреблять пищу, соответственно, мы тоже должны будем исключить это из дополнительных потерь и проводить перерасчет инфузионной терапии. Вес. Вес таким пациентам нужно контролировать не менее 4 раз в сутки, минимум 1 раз в сутки. Но это не затратная процедура, которую мы можем себе позволить для контроля, мониторинга наших пациентов. И, к сожалению, у таких пациентов контроль веса будет единственным каким-то достоверным способом контроля водного баланса. Потому что как только... Ну, да, визуально, что нам всегда кажется? Ну, я его покапал, но у него рвота сохраняется, диарея сохраняется. Скорее всего, там ничего не случилось. Я ставишь его на весы, а там прибавилось 200 грамм. К сожалению, нет. И, соответственно, чем чаще вы будете их взвешивать, тем больше вам будет легче контролировать инфузионную терапию. По поводу артериального давления, гипоболемии и гемодинамики. Это то, что залог тоже успеха лечения наших пациентов. Они могут страдать гипоболемическим шоком. И в большинстве случаев именно с этим они к нам и поступают. Помним, что при развитии гипоболемии происходит централизация кровообращения, развивается острая недостаточность кровообращения, то есть шок, и пациент, соответственно, может в скором времени погибнуть. Для того, чтобы этого не допускать, нам необходимы определенные препараты, кардиотоники, вазопрессоры. В основном в нашем стационаре в большинстве случаев мы пользуемся норадреналином. Коррекция гипоальбонемии требуется, если у нас концентрация альбумина в сыворотке крови упала ниже 15 мг на литр. И доза коррекции альбумина – это 20% альбумин, 5 мл на килограмм. Но помним, что у альбумина есть побочные эффекты в виде острого повреждения почек и наличия аллергических реакций. Я не скажу, что мы рутинно используем альбумин, но когда больше ничего не остается, то, соответственно, мы к нему прибегаем. И электролиты. Помним, что у наших пациентов очень сильные потери электролитов через желудочно-кишечный тракт за счет того, что они очень долго голодают. И если этим пациентам применяется парантеральное питание, то электролитный дисбаланс будет на ведущем месте. И чем чаще вы будете это контролировать, тем, соответственно, лучше будет тоже для того, чтобы составлять инфузионную терапию и вовремя корректировать данные изменения у таких пациентов. Помним, что наличие электролитного дисбаланса приводит к неврологическим симптомам у пациентов. Поэтому, как только вы увидели какие-то неврологические отклонения в клиническом статусе пациента, в первую очередь мы должны будем исключить наличие гипогликемии и нарушение электролитного состава. Для коррекции электролитов именно калий используется вот такая вот таблица. она уже расчетная, готовая, где вы подставляете вашу концентрацию калиев в сыворотке и вес вашего пациента, и, соответственно, капаете с определенной скоростью. И магний тоже есть расчетные дозы, но в ургентной ситуации мы все-таки используем 30-40 мг на килограмм, а дальше уже 0,6 мм на килограмм в следующие 5 часов. Это такая вот тоже расчетная доза магния. По поводу антибиотиков. Антибиотики все-таки используются широкого спектра. Нам необходимо будет перекрывать граммы отрицательные и анаэробные бактерии. Это то, что чаще всего трансплуатируется. И преимущественно будет все-таки внутривенный путь введения. В рутинном все-таки используется это либо ампицелин, либо амоксиклав. Цифазолин у нетяжелых пациентов описано то, что можно его использовать. Но в основном это амоксиклав. Энерофлоксацин использовать можно. Напомним, что маленькие щеночки и маленькие щеночки крупных пород энерофлоксацин может вызывать повреждения суставов. Но можно его использовать но все-таки короткими курсами там 3-5 дней, не больше. Но если нет показаний к энерофлоксацину то, соответственно, лучше избежать его применения. Что касаемо рвота. Рвоту мы должны будем в любом случае контролировать. К ее контролю применяется все-таки мультимодальный подход. И из препаратов, которые нам доступны и мы можем использовать это андонцентрон, марапетант и метаклопромид. Метаклопромид чаще всего мы ставим на инфузию с постоянной скоростью. Дозы, соответственно, вы видите на экране. И боль. Мы должны контролировать боль у таких пациентов. Им очень больно. К купированию болевого синдрома тоже применяется мультимодальный подход. У кого есть возможность использовать наркотические анальгетики прекрасно. У кого их нету, то, соответственно, из рутинных препаратов это лидокаин, декс-медетамидин и залитил. Но обязательно нужно использовать какие-то визуальные, либо описательные методы контроля боли. На слайде представлено три щеночка. И первый щеночек, который лежит в левом верхнем углу, ему очень больно. Он лежит постоянно вот так вот, зажавшись, ему ничего не интересно. Второй щеночек в правом углу, казалось бы, да, тоже лежит вроде бы себе вальяжно, греется на солнышке, но на самом деле он принимает такую позу, потому что ему очень больно. И мы должны очень четко ориентировать младший медицинский персонал, который ухаживает за этими пациентами, чтобы они обращали внимание на то, какую позу принимает пациент. И на нижней строке это щеночек, у которого действительно ничего не болит. Если мы сравним правом верхнем углу щеночка и нижнего щеночка, казалось бы, оба лежат на солнышке, солнышке греются пузиком кверху, но оказалось, что у одного очень острая боль до трех баллов по оценке острой боли, у второго, ну, у третьего щеночка боли оказалось вообще нету. И есть вот такая визуальная аналоговая шкала оценки боли. Она у нас висит прямо в стационаре для того, чтобы легче было работать младшему медицинскому персоналу, по которому они ориентируются и, соответственно, ставят в известность о том, что все хорошо у этого пациента или ему очень больно, и он постоянно лежит зажавшись. И поговорим немножечко про питание. Есть у кого-то мысли о том, что таких пациентов не нужно кормить первые двое суток, потому что кишечник болит, он там стоит, у них есть рвота, надо ему отдохнуть от еды. На самом деле нет. Помним про наши крипты на кишечных ворсинках, которые питаются за счет еды, которая поступает в желудочно-кишечный тракт. А тут они и так повреждены парвовирусным энтеритом и так становятся короткими, некротизируются. Если мы их еще и не будем кормить таких пациентов, то крипты будут умирать еще быстрее. Поэтому ранее нитеральное питание таким пациентам категорически показано, назовем это так. И я всегда заложен к тому, что если кишечник работает, то используем его. Для этого мы проводим контроль перистальтики желудочно-кишечного тракта на УЗИ ежедневно. Можно фониндоскопом прослушать перистальтику у таких пациентов и тем самым определить, есть она или нет. Но если перистальтика у таких пациентов сохраняется, то обязательно кормим. Кормим и рассчитываем обязательно калораж. Возможно, нужно начинать с менее низких потребностей в килокалориях и увеличивать по мере того, как становится клинически лучше нашему пациенту и доводить до стопроцентного калоража. Но ни в коем случае не оставлять их на голоде. Помним, что при том, что пациенты голодают, запускаются процессы катаболизма. И применяем парентеральное питание. Оно может быть как полное, так и частичное. Но помним, что пациентам, которым требуется парентеральное питание, необходимо устанавливать центральные магистрали, которые имеют тоже свои нюансы. Потому что это более тщательнее нужно поддерживать гигиену таких пациентов, что иногда невозможно. У которых непроизвольная дефекция, постоянно безудержно, довольно сложно поддерживать их гигиену. Но если есть показания к назначению парентерального питания, не пренебрегаем его и используем. Это будет залогом успеха лечения таких пациентов. Но как правильно назначать парентеральное питание, это не в рамках сегодняшней лекции, поэтому мы на ней останавливаться сильно не будем. и используем защиту желудочно-кишечного тракта. Это ингибиторы, протонные помпы. И тоже ими не пренебрегаем. Амепрозол лучше назначать каждые 12 часов. Есть данные за то, что его там применяют каждые 24 часа. Но, на мой взгляд, каждые 12 часов он работает лучше. И если у таких пациентов есть сопутствующие глистные инвазии, то проводим дегенетизацию. Хотя есть мнение о том, что проведение дегенетизации тяжелых пациентов ухудшает прогноз по их выживаемости. Кто-то говорит, что это никак не влияет. В условиях нашего стационара я не скажу, что это как-то сильно влияет или есть какие-то данные за то, чтобы ее не проводить или не проводить. Но если у пациента есть перистальтика, он самостоятельно как-то умеренно снижен, но ест, то дегенетизацию лучше провести. Когда же выписать таких пациентов со стационара? Есть некие маркеры, по которым мы ориентируемся и принимаем решение, то, что пора его выписать домой. Это отсутствие рвоты в течение 24 часов, демонстрация добровольного аппетита в течение 24 часов, то есть последние сутки он кушается, клиническое состояние пациента менее 2 баллов и отсутствие нейтропении по анализу крови. Если у нас есть все эти 4 составляющие, то этого пациента мы выписываем домой на амбулаторное лечение. Забегая вперед, я знаю, что многие обсуждают применение вербогена, нейпомакса, асильтомиевира, ацетилцистеина. К сожалению, эти статьи в общем доступе, это не какая-то зашифрованная информация, с ними можно спокойно ознакомиться, но, к сожалению, они не ответили на вопрос, то, что при применении данных препаратов как-то сокращается срок госпитализации пациентов, либо наступает быстрее выздоровление этих пациентов. К сожалению, такие препараты, но эти препараты не дали каких-то многообещающих результатов, поэтому на текущий момент времени они не используются в рутинной практике. И что касаемо в целом, как вести такого пациента, я всегда привожу в пример вот это правило 20 правил Кирби, по которому проводится мониторинг оценки, мониторинг состояния пациентов в критическом состоянии. Я всегда обращаю внимание на последнюю строку, это любовь и нервность и вывожу ее на первое место и всегда агитирую младшим медицинским персонал, то, что таким пациентам это очень показано, потому что они очень слабые, ослабленные и не могут самостоятельно за собой ухаживать и чем лучше мы непосредственно оказываем такие внешние факторы по уходу за такими пациентами это тоже благоприятно влияет на процесс их выздоровления. Наша лекция сегодня подошла к концу наше время к сожалению с вами истекло. Все, всем спасибо, лекция сегодня наша с вами подошла к концу, надеюсь этот материал для вас стал полезен, вы теперь более рационально будете подходить к применению тех или иных препаратов у данных пациентов и помнить, что есть некие аспекты по терапии, на которые мы ориентируемся при лечении наших пациентов с парвовирусным энтеритом. Всего доброго и удачи вам! Продолжение следует...